Сюжет в этом видео происходил с нами уже в далеком 2018 году на острове вечной весны Тенерифе была календарная весна напомню мы с супругой решили повторить поездки нашей молодости из 90-х в Крым в Сочи на автомобиле когда нам приходилось временами ночевать дикарями и решили повторить этот трип на Тенерифе Тенерифе Автомобиль прокат нам обошелся 12 евро в день это в разы меньше если бы мы арендовали жилье порядка 40-50 евро в день понятно что там были бы конечно комфортные условия но нам хотелось бы объехать по возможности один из прекрасных островов канарского архипелага сегодня я вам расскажу о интересном местечке которое находится неподалеку от знаменитых канарских пирамид гуймар место так и называется пуэртита де гуймар друзья мои путешественники это ночевка у нас была местечке пуэртита де гуймар вот там марина сегодня очень сильный ветер и такелаж я слышите наверно шумит мачки раскачиваются даже волна какая-то приходит такую защищенную марину особого волнения не видно мало 4 есть все бы ничего да я вчера разглядывал google maps и увидел описание этого места что здесь интересного там вдалеке сейчас переведу камеру вдалеке находится какая-то деревушка очень скромное описание было у google maps были какие-то фотографии мы сейчас с вами это дело поправим и конкретно ознакомимся с этим местом так как я уже говорил вот здесь имеется марина также имеется кемпинг вот с кемпингом я не разобрался потому что никаких опознавательных знаков нет машины стоят один единственный знак который стоит на воротах как скажем ворота кемпера это привода вот видите привода также наверху идет трасса автописта которая связывает весь остров пола а также туннель вот вот и какие цыплятки бегают здесь тоже ставят палатки машины вот такой импровизированный кемпинг вот такой туннель но знак гласит что это не пешеходный да видимо баранка слегка воды идет вот такие старенькие дома какие-то непонятные домишки на замках собачки малые формы он вода есть видишь подается какой-то резервуар есть вода а вот смотри блиндаж тоже укрепление раньше было смотри как его занесло то есть он даже не на вершине а внизу стоит здесь просто дверь в скале вот так вот она нависает как я смотрю же и асфальт Каса Луи Джо. Ну, сторож такой, сторож. Сторож. Вот еще и есть свободные. Да. Вообще опасно вот так вот, над скалой. Вот такое интересное место, друзья. Видите, как скалы нависают. И люди, видимо, ставят по этому покрышки, чтобы компенсировать любое падение камней на крышу. В принципе, это логично. Таким образом мы выходим на автописку. Сейчас фотографию, оставайся здесь, фотографию сделаю и спущусь. Здесь внизу также имеется деревушка, но мы туда не пойдем. Она какая-то довольно приватная, тем более злые бульдуги. Хоть и маленькие. А вот здесь вот обратная сторона туннеля. И трасса автописка ТРФ1. Сейчас мы поднимемся. Вот такая трасса. Не знаю, если вы слышите меня или не слышите. Вот здесь тоже брагу ставят. Смотри, какой стол. Надо же его сюда приволочь, да, такой камешек. Чел с хабаром. Чего-то хапнул поди-ка. Здесь не то, что страшновато жить под такими скалами, иметь дом. Но даже страшно ходить, честно говоря. Просто вот такие оборки мощные. Несмотря на это, мы видим надпись телефонника. Неужели здесь есть телефон, интернет? Трубы с водой ведут по домам разводка. И судя по антеннам, есть еще и электричество. Причем антенны спутниковые. Так что внимательно присмотритесь к тому человеку, который вам заявляет, что у меня дом на Канаре. Это может быть и такое жилище. Продолжение следует...